здравствуйте впереди у нас два затмения одно лунное затмение 18 сентября и другое будет солнечное затмение 2 октября солнечные затмены очень интересная кольцообразная но это об этом чуть позже итак лунное затмение вот это лунное затмение очень интересно потому что луна в этот момент идет к точному соединению с нептуном там три градуса до соединения получается что солнце против нептуна то есть главная тема этого затмения будет нептун в личной жизни затронет сферы глубоких сердечных отношений может поколебать пошатать слегка те отношения те семьи те любовные связи где под внешним благополучием скрыто такое серьезное внутреннее неблагополучие какие-то серьезные внутренние напряжения конфликты невыявленные конфликты самое главное затмение их скорее все выявит обострит на короткое время если вас лично это затмение не касается то есть не затрагивает вот эти сердечные планеты в вашей натальной карте то обойдется пошуметь день-другой и пройдет вылезет наружу какие-то обидные воспоминания или болезненные воспоминания подозрения какие-то вдруг обострятся возможно но долго не проживет а вот если затронет вас серьезного натальной карт если точки затмения аспектирует ваши планеты связанные с любовными отношениями сердечными отношениями тогда будьте осторожны берегитесь будьте разумны в своих шагах и действиях фактически что такое действие звезд они затрагивают в первую очередь эмоциональный план ведь не физический план звезды определяют а сердечный астрал астро от слова звезда он так собственно и называется астральным потому что тот план на который непосредственно действовать звезды это наши эмоции наши чувства переживания сначала эмоциональные планы потом через эмоциональные уже действует на физические на наши поступки действия через астральный план организуют процессы вокруг нас ментальный план или точнее план нашего мышления затрагивает только частично совсем слабо поэтому если вы действительно владеете своим рассудком и можете как-то контролировать свои эмоции то это значительно легче выйти из непосредственного влияния но если нет если эмоции у вас сильны чересчур сильные тогда конечно будьте осторожны как известно когда затмение проходится по территории страны она как-то влияет на общую картину жизни в страны на социальные процессы экономические вот это ближайшее затмение кто его хорошо увидит так это центральная северная америка канада восточная мексика социальные экономические политические процессы это затронет в первую очередь в америке там как раз выбора на носу вперед ребята я думаю что это будет бурный эмоциональный процесс который будет иметь длительные последствия для жизни штатов вот эта оппозиция нептун солнца в первую очередь эмоциональные конфликты напряжения разряжается это вообще там красивый парус на небе стоит разряжается на ура на плутон по идее это может дать тряску социальным процессом в этот момент и уран и плутон стоят в земных знаках солнце в деве тоже три земных знака обозначены это значит что это повлечет достаточно серьезные изменения социально-политической сфере это земля не столько в области науки культуры нет в первую очередь социально-политической сфере в сфере социальных отношений вот может быть это затмение даст очередной толчок к этому конечно на дно затмение не решает все но вот такая серия толчков создает поток серьезных изменений следующий затмение произойдет 2 октября затмение солнечное кольцообразная а это значит что луна закроет не весь диск солнца а в самый кульминационный момент затмения темный круг будет окружен светлым колечком поскольку расстояние до солнца и до луны меняются ведь солнце и луна движется по эллипсам луна вокруг земли движется по эллипсам земля вокруг солнца движется по эллипсам то расстояние немножечко меняется естественно меняется величина видимого диска и вот когда видимый диск луны маленький а солнце большого такое вот кольцевое затмение возникает колечком но затмение в москве будет под горизонтом не увидим в уех ведь только жители америки северный основном южный вот у них там самый интересный будет происходить ближайшие годы а у нас так отголоски основная тема затмение та же что и предыдущего но там было солнце против соединения луны с нептуном а сейчас соединение солнца с луной против нептуна тоже затронута сфера чувств сфера глубоких переживаний памяти нептун подсознание поэтому часто вылезают всякие скелеты из шкафов из глубокого подсознания вылезает на поверхность воспоминания скрытое напряжение фрустрации все что создает внутренние трудности и мешает человеку спокойно жить такие моменты это обостряется выходит на поверхность и следом может быть прекрасная возможность для того чтобы это осознать и попытаться это как-то трансформировать освободиться от этого здесь главное быть готовым прощать простить то что много-много лет мешало вам почему простить полностью не то чтобы я вас прощаю такую формально нет это должно идти глубоко внутри души вот это освободиться от этого чтобы воспоминания больше не вызывала негативные эмоции постарайтесь взглянуть на то что вам вспомнится переживется в этот период по-другому более объективным взглядом разумно постарайтесь стать на место человека обидевшего вас посмотрите чем вы его обидели почему он так все поступил здесь оппозиция солнца к нептуна на пределе она расходится так что как раз вот избавиться от прошлого от груза прошлого освободиться очень легко это как раз вот такие периоды когда расходится аспект он дает возможность легко сбросить его себя преобразовать собственную память это такая рекомендация на момент затмения но и постарайтесь не реагировать по мелочам не быть мы мелочным такие периоды постарайтесь не реагировать на мелкие обиды там мелкие не так сказано слово то очень легко сделать сейчас когда аспект нептуна на пределе заканчивается практически вот но и еще одно если вы поняли что в чем-то не правы будьте решительны и идите на встречу делайте первый шаг не бойтесь нептун на восходящем узле требует решительных действий ну а тем кто сомневается у кого-то сказать проблемы в актуальных отношениях прямо сейчас не бойтесь смело идите вперед от вас требуется смелость и решительность а Субтитры создавал DimaTorzok